В Нижне-Тагильской епархии престольное торжество отметил Знаменский храм Верхнего Тагила. Здесь пребывает чтимая икона Божьей Матери Знамени, хорошо известная на всем Среднем Урале благодаря многочисленным чудотворениям и исцелениям. Праздничное богослужение в этот день возглавил глава епархии епископ Пинокентий. На торжественном богослужении в старинном храме с благоговением собрались сотни жителей Верхнего Тагила, чтобы молитвенно почтить образ Пресвятой Богородицы Знамени, известной на Руси еще с XII века, спасшей предстательством Царицы Небесной новгородцам во время осады. Такое страшное войско, так много воинов, они покрылись как бы туманом, и Господь ослепил Павалинкой Божьей Матери, и они стали сами себя поражать. Вот таким чудесным образом был спасен город Новгород. Сегодня и мы, как несколько веков назад, в ежедневной жизни сталкиваемся с не менее страшными врагами, не внешними, но внутренними, которые хотят отвратить нас от христианской жизни. Поэтому так важно молиться Матери Божией, чтобы она вела нас по нашему жизненному пути, ограждая от врагов видимых и невидимых. Предание гласит, что на Уральский завод икону Знамени в XVIII веке принесли бурлаки, разграбившие монашеский скит. Когда они покидали обитель, то услышали голос самой Богородицы, требующей забрать ее из разоренного скита. Так образ попал в Верхний Тагил, где прославился чудесами и исцелениями. Знаменский храм, в котором с самого основания пребывала святыня, известен еще с 1753 года как деревянный. После пожара в 1861 году он был отстроен в камни. Несмотря на все перипетии XX века, дом Божий уцелил и даже в советское время не закрывался. Сама Богородица сохранила его своим покровом. О многочисленных исцелениях и помощи Пречистой свидетельствуют и дары, драгоценности, оставленные людьми за помощь Божией Матери, которые в несколько рядов украшают ее знаменский верхнетагильский образ. После богослужения, которое возглавил епископ Иннокентий, состоялся праздничный молебен. Праздник знаменской иконы Божией Матери, как заметил владыка Иннокентий, вновь заставляет нас задуматься об истинном единении во Христе, о подлинной любви к ближним и дальним, о прощении. Сегодня мы просили за своими молитвами все и того, чтобы все-таки Богородица принесла его в этой молитве, которую читали. Мир нам. Мир – это значит прощение. Мир – это значит смирение. Мир – это значит терпение к немощам друг друга, которые мы должны носить. Мир – это значит любовь. И подумаем с вами, есть ли у нас вот это чувство любви, насколько оно все-таки действенное, насколько оно движется верой. Не просто вот, так сказать, человекоприятием, мы какими-то такими, знаете, любим того, кто нам ближе, и кто наш родственник, или кто делает для нас. Насколько мы любим дальник наш. Вот если есть сердцем это чувство, то значит мы с вами на правильном пути церковного нашего бытия и нашей жизни, и нашего пути ко спасению. За многолетние усердные труды во славу Церкви Владыка вручил архиерейскую награду клирику храма Диакону Михаилу.